Всем привет, ребят! Меня зовут Спартак Спартакович, и вы на новом уроке по тригонометрии. Это тригонометрия для чайников, второй урок. Я немножко затянул с выпуском, но уж извиняйте, много работы. Я проводил сейчас вебинары, групповые занятия, индивидуальные. Никому это не интересно, поэтому переходим к уроку. Значит, мы на прошлом уроке прошли, что такое тригонометрический круг, как находить всякие точки, что такое синус, косинус, и как находить эти значения. Если вы не видели прошлый урок, то, пожалуйста, перейдите на него, ссылочка будет ниже. А сегодня мы пройдем некоторые такие штуки. Урок будет небольшой, поэтому я постараюсь сделать поменьше уроки, но чтобы каждый урок затрагивал какую-то тему. Поехали! Значит, сегодня пройдем, что такое отрицательные значения. Значит, допустим, разберем какой-нибудь синус. Ну, сейчас не будем об этом, давайте вот просто представим себя. Здесь ноль у нас, да? Как нам добраться до вот этой точки? Ну, вы скажете, вот мы вот так вот пойдем, и здесь будет какое-то значение, например, 11π на 6. Ну, допустим, что мы ленивые, да? Допустим, что мы ленивые, и нам лень вот такое огромное расстояние. Мы такие постоим, такие, хм, подумаем. И можно же пройти вот это расстояние, вот так, оп. Знаете, как, вместо того, чтобы бежать целый круг, можно просто чуть-чуть назад отойти, правильно? Но если так по-хитрому, и никто не следит за нами. Поэтому, вместо того, чтобы идти расстояние 11π на 6, мы можем пройти расстояние минус π на 6. Понятна логика? И по такому сценарию, когда нам будет ленить и какое-нибудь длинное расстояние, мы можем вместо него чуть-чуть отойти вот так вот назад. Окей? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Возьмем губку. Вот здесь сотрим. Так. Дорисунку. Здесь у нас 0. И давайте посмотрим. Значит, вот досюда будет, мы уже поняли, что это минус π на 6. Вот досюда у нас будет минус π на 4, да? Делим вот эту штуку на 4 части и берем из них одну. Только теперь просто мы идем не в эту сторону, а в эту сторону. Понятно? То есть, просто как будто перевернули ее перед ногами. Здесь будет минус 3π на 2. Половинка. Это будет сколько? Минус π на 2. Дальше будет. Значит, π на 6, 2π на 6, 3π на 6. Это минус 4π на 6. Это тут. Здесь будет минус 3π на 4. Здесь будет минус 5π на 6. И здесь, где-то вот тут, будет минус π. То есть, до минус π идти ровно столько же, сколько идти до π. Это прям самая удаленная точка от нуля будет. Так вот. Давайте попробуем найти эти значения. Ну, просто на бум буду что-то брать. Давайте. Синус минус π на 6. Там, косинус минус π на 2. Синус минус 5π на 6. И давайте косинус π. Надеюсь, вам хорошо видно. И давайте попробуем найти эти значения. Возьму красный маркер. И поехали. Что у нас будет? Значит, находим сначала точку минус π на 6. Вот она у нас. Проведем. Синус. Он у нас идет вот так вот. Идет вот так вот, да? И теперь что делаем? Опускаем на этот синус. Это самое ближнее значение здесь у нас к нулю. Значит, это будет минус 1, 2, да? Все, что у нас по оси y, да? Это как бы ось y. Снизу это отрицательное. Значит, будет минус 1, 2. Едем дальше. Косинус минус π на 2. Находим точечку. Давайте косинус. Синус сотрем. Опачки. Опачки. И сотрем. Проведем косинус. Провели косинус. Нолик можно тоже стереть. Теперь найдем точку минус π на 2. Она у нас вот тут вот. И теперь мы что делаем из этой точки? Мы опускаем на наш график. Вот здесь будет значение. Напомню, что по оси x у нас слева минус 1, потому что радиус равен 1. Справа у нас 1. А между минус 1 и 1 какое значение будет? Это будет значение 0. Поехали дальше. Минус 5 здесь стер. Давайте. Синус минус 5π на 6. Находим точку минус 5π на 6. Она у нас вот здесь вот, да? То есть это от 0. Мы вот сюда идем. Делим вот эту штуку на 6 частей. Я могу еще раз показать. Так, оп, 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 оп. Да, поделили на 6 частей. Раз, два, три, четыре, пять. Мы берем вот это значение. И теперь опускаем это куда? Мы опускаем это на синус. На вот эту линию. Опускаем на синус. И у нас самое ближнее значение, да? Ниже вот есть вот это, ниже есть вот это. Поэтому это будет тоже минус 1 вторая. Немножко замазано. Ну, и последнее давайте. Косинус π. Давайте все это сотрем. Косинус минус... А, это минус π. Косинус минус π найдем. Минус π у нас вот здесь вот. Проведем косинус. Вот так вот криво немножко проведем косинус. И вот с этой точки мы должны опустить на косинус. Но так как она уже лежит, там значение будет минус 1. Давайте дам несколько точек, чтобы вы это отработали. Так, давайте, давайте, давайте мы вот сюда их выпишем. Посложнее нам, посложнее. Например, синус минус 2π на 3. И давайте будем мешать с обычными точками, чтобы вы туда-сюда дергались. Значит, косинус 3π на 2. Синус 7π на 6. Косинус минус 8π на 6. Возьмем вот этот маркер. Вы можете начинать уже делать. Давайте синус минус 11π на 6. То есть делите на 6 частей, да? И вот отсюда берете 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. То есть косинус минус 3π на 2. Косинус минус 2π. И давайте синус минус 3π на 2. Вот такие точки возьмем. Давайте подытожим, что мы сегодня прошли. Что вместо того, чтобы идти какое-то длинное расстояние, можно пойти просто в обратную сторону. Это будет через минус. Вот. Вам нужно наработать просто, как передвигаться здесь. Но по сути, то же самое. Просто мы идем в другую сторону. Вот это будет ваше домашнее задание. Надеюсь, на сегодня был такой короткий урок. Вам было все понятно. Следующая тема у нас будет тангенс-котангенс. Всем спасибо за урок. С вами был Спартак Спартакович. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok